В течение всей прошедшей недели театры Рязани не просто так показывали спектакли. Каждый выставил по две лучших постановки сезона на суд компетентного жюри. Это была зачетная неделя областного фестиваля «Зеркало сцены». Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло, как говорил Маяковский. Но в этом зеркале отражается и город, и его культура, и его возвышенные мечтания. Но все отражается в этом театральном зеркале. Сегодняшняя жизнь, сегодняшние проблемы, радости, горести. Организованный Рязанским отделением Союза театральных деятелей, Впервые в 2016 году фестиваль сегодня – значимое событие для культурной жизни города. Теперь он проходит при поддержке Минкульта, а в составе жюри – авторитетные критики и исследователи театра страны. Вроде бы как это уже стало хорошей, доброй традицией, к которой все привыкли, но каждая церемония, она все равно для нас как новый шаг, новый шаг вперед. И после вот таких сложных событий, которые происходили во всем мире, когда это все отражалось, конечно же, на театральном искусстве, период пандемии, полупустые залы, либо вообще на 30% заполненные. Вот, и теперь мы все просто счастливы тому, что эти ограничения сняты, и наши залы в Рязанских театрах снова полны. Мы видим аншлаги, мы видим большой интерес к театральному искусству молодежи. Действительно, театральная жизнь в нашем городе просто на зависть многим. Четыре театра с разнообразным репертуаром и творческими амбициями. И вот они все вместе на очередной церемонии. Конечно, волнуемся. Всегда волнуетели зеркалосцены, это всегда волнуетельно для нас. И для артистов, и для меня, как директора театра. Какие спектакли, кто будет награжден. Ой, переживаем. Особенность фестиваля в этом году – ни одного детского спектакля в конкурсе. Но взрослые тоже нуждаются в сказке и волшебстве, порой даже больше, чем дети. Тема праздничного вечера выбрана не случайно. Погрузить зрителей и участников в мир русской народной сказки. Помогали ансамбль народных инструментов, танцевальные номера и искрометный юмор ведущих. Эдуарда Радзюкевича и Галины Даниловой. В некотором царстве, в театре-государстве, повелось раз в год свои лучшие спектакли отдавать критикам. На растерзание. Ну что ж ты, кривожаный такой, на обсуждение. Номинаций было много, награжденных тоже. Каждый из конкурсных спектаклей заслуживал внимания. И свой зритель есть у всех театров. Дело вкуса и предпочтений. Практически все конкурсные спектакли я посмотрела. Их всего 8. Но я, как музыкант по образованию, очень люблю музыкальные спектакли. Поэтому мои пристрастия и моя любовь – это Боедера. Но задача жюри – объективно оценить номинантов и беспристрастно выбрать лучших. Что даже для звездного состава судей, которые оценивают по нескольку сотен спектаклей в год, не так просто. Больше всего наград досталось спектаклю «Синяя борода». В номинациях «Лучший хореограф», «Лучший композитор», «Лучший художник по костюмам» и «Художник по свету», «Ансамбль спектакля», а также в главной номинации «Вечера» «Лучший спектакль». Как вы уже знаете, я не Артем Кручинский. Но я знаю, что Артем. Артем обязательно бы сказал спасибо своим мальчишкам, музыкантам, Максиму, Лешу и Жене огромное за то, что они делают. Это живая музыка. Они огромны не просто музыкальное оформление спектакля, а артисты. Спецпремию жюри получила и сама Анна Конан, режиссер спектакля, много раз выходившая в этот вечер на сцену забирать статуэтки для участников своей команды. Спектакль уже знаменит в театральных кругах и популярен у зрителей. К тому же он будет претендовать на всероссийскую премию «Золотая маска». Немало наград отправилось и в команду спектакля «Иванов» в театр драмы. Дмитрий Акриш получил статуэтку за лучшую режиссуру, исполнитель главной роли Валерия Рыжков, награду за лучшую мужскую роль. И если вы еще не видели шедевров, которые показывают на сцене театров в родном городе, поспешите. А зеркало сцены, в очередной раз отобразив волшебный мир театра, напоминает о том, что в сказке есть место во взрослой жизни. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».